В эфире РБКО ФАМА. Вещаем из отеля Шаратон. Я Лена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Мене двух недель остаются до старта Аструм-Сибайского полумарафона. Атлетов и обычных любителей бега 22 апреля ждет не просто соревнование. В столице Башкирского Зауралья будет настоящий праздник спорта. На забег уже зарегистрировались участники из 50 городов России. Всего на старт по плану выйдут более 800 человек. В их числе известные политики, бизнесмены, общественники и деятели искусства. Дорогие друзья, я нахожусь сейчас в Лос-Анджелесе. Тепло, солнце. Но хочу вас пригласить 22 апреля в город Сибай на Сибайский полумарафон. Побежим вместе. Ждем вас. Если честно, я неоднократно, конечно, бывала в Сибае. И надо сказать, что этот город, он очень сильной энергии, с очень добродушными, гостеприимными людьми. И когда ты опунаешься в эту атмосферу здоровья, праздника, радости, конечно, наполняешься энергией на весь следующий год. Поэтому, конечно, я приглашаю всех на Сибайский полумарафон. Для любителей бега организаторы традиционно приготовили все по высоким олимпийским стандартам. Здесь и электронная регистрация результатов, и питье на участках забега, и богатая культурная программа. Забеги пройдут по центральным улицам Сибая. На выбор три дистанции. 2, 10 и 21 километр 100 метров. Болельщики смогут следить за прохождением трассы в режиме онлайн. Титульный партнер спортивного праздника – сеть торговых комплексов «Аструм». Событие проходит при поддержке движения «Вперед Сибай», организованного депутатом городского совета Сибай Денисом Назаровым. Регистрация на сайте sibay.ran. Сегодня Росимущество проводит торги по реализации арестованного недвижимого имущества должников. Как сообщает служба судебных приставов Башкортостана, на торги выставлены жилые дома, земельный участок и квартира, находящиеся в селах Черниговка, Наратасты и Ермикеева, а также в городе Янаул. Цены варьируются от 170 тысяч рублей до 2 миллионов 405 тысяч. Отмечу, в прошлом году судебные приставы республики составили более 17 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму более 7,5 миллиардов рублей. Это второе место в России и первое в Приволжском федеральном округе. Взыскателями возвращено более миллиарда рублей. Накануне рубль буквально рухнул по отношению к доллару и евро. Американская валюта подорожала на 3 рубля 79 копеек, евро – почти на 5 рублей. Рекордное за последнее время проседание отечественной валюты произошло на фоне расширения санкционного списка США. Напомню, он пополнился на 38 пунктов. Туда попали российские бизнесмены, государственные деятели, а также ряд компаний. В свою очередь, ослабление рубля несет в себе как плюсы, так и минусы экономики республики, считают эксперты. Негативный эффект связан прежде всего с повышением инфляционных ожиданий, что также может означать автоматическое снижение реальных доходов населения и покупательской способности. В то же время в девальвации рубля есть и положительные моменты, говорят аналитики. Их смогут ощутить прежде всего экспортоориентированные компании. В целом, для республики, так как наша республика – это нефтедобывающая и перерабатывающая республика, это может сказаться положительно, потому что такие компании, как в частности Башнефть, экспортно-ориентированные компании, они от ослабления рубля, соответственно, роста доллара, получают только дополнительные выгоды за счет продаваемой продукции за рубеж и сокращения себестоимости продукции здесь, в России. На данном этапе не видят рисков для финансовой стабильности и монетарной власти страны. Так, глава Центробанка Эльвира Набиулина выразила уверенность, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются. В свою очередь, глава Министерства экономики Максим Орешкин назвал новые санкции хорошим тестом для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова